Здравствуйте, меня зовут Мария Кондратова, я занимаюсь биологией рака, онкобиологией, но в частности иммунным ответом в раке и иммунологией. И мы сегодня с вами будем говорить об иммунологии и что она может дать учителю биологии. У нас с вами цикл из нескольких встреч. Сегодня мы поговорим о каких-то таких более общих вопросах, скорее методологического характера. Я попытаюсь выразить свой взгляд на то, почему, на мой взгляд, важно и нужно преподавать иммунологию в школе в большем объеме, чем это сейчас происходит, и чем иммунология, на мой взгляд, может привлечь учеников к более глубокому погружению и в другие биологические темы и дисциплины. На следующих занятиях мы уже займемся вплотную разбором тех или иных тем, связанных с иммунитетом, с иммунным ответом. Ну, я хотела сказать, как сказала вашим коллегам на предыдущем занятии, что мне очень приятно выступать перед учителями. В моем собственном приходе в науку большую роль сыграл замечательный талантливый учитель биологии, с которым я встретилась в старших классах. И, в общем, я считаю, что это очень важное дело и признание. Я люблю вообще делиться знаниями, но делиться знаниями с учителями в надежде, что они пойдут дальше к людям, мне особенно приятно. Так, мы начинаем. Вот, свою сегодняшнюю презентацию я назвала «Почему иммунология?» И в ходе своего доклада, я надеюсь, я смогу и вас убедить в том, что иммунология — это интересно, полезно, увлекательно, и может служить, и что эта наука может служить проводником ко многим биологическим темам и дисциплинам. Конечно, сейчас, сегодняшний, в тот момент, в котором мы находимся, иммунология — это прежде всего актуально. Мы проживаем состояние эпидемии. Для большинства из них, из нас, да, я думаю, для всех из нас, такое состояние с карантином, с городами, одетыми в маске и так далее, встречается первый раз в жизни. И, конечно, оно находится в фокусе нашего внимания, находится в фокусе общественного внимания. И те темы, и термины, которые раньше интересовали только специалистов, становятся достоянием массовой прессы, массового внимания. Я сотрудничаю с таким замечательным сайтом «Биомолекула», на публикации которого ещё не раз буду ссылаться в ходе этой лекции. Это сайт, организованный молодыми кандидатами, аспирантами для научно-просветительской работы, но, скажем так, для научно-просветительской работы, направленной тоже на студентов, аспирантов, молодых учёных, которые делятся друг с другом достижениями в своих областях. То есть довольно высоко специализированный сайт. Они опубликовали, соответственно, у них стабильная, растущая, но относительно небольшая своя аудитория, состоящая главным образом из студентов, аспирантов и так далее. Они опубликовали статью о коронавирусе, пришёл какой-то миллион людей её прочитать, чего никогда отродясь не было. Хотя это не самый простой сайт и не самая простая статья на эту тему. Люди действительно в такой ситуации хотят понять, хотят узнать, что с ними происходит, что это за болезнь, чем она чревата. А иммунный ответ при коронавирусе очень важен. Мы об этом поговорим в теме про иммунный ответ. Я прям детально разберу, что мы знаем на сегодняшний день об иммунном ответе при коронавирусе и как он связан с осложнениями. И, соответственно, к чему ты не обратишься, хоть к заголовку в комсомолке, хоть к какому-то плакату об изменениях, которые происходят в лёгких при коронавирусной инфекции, тебе бросаются иммунологические термины, ты должен как-то с этим разбираться, понимать. И поскольку это актуально, то мне кажется, что этот интерес сейчас может сподвигнуть и детей, особенно подростков, пытаться разобраться в каких-то вопросах, связанных с иммунитетом, скорее, чем с каких-то других биологических вопросов. Ну, взять хотя бы вот эту недавнюю всеобщее обсуждение тестов на коронавирус, которое опубликовала московская мэрия в сотнях блогах это было, где-то в десятке блогов только я отписалась, объясняя, что такое иммуноглублинг, иммуноглублинг, чем они отличаются, почему такие разные рекомендации, как лично я к ним отношусь и так далее. Это в фокусе внимания, это надо использовать. Помимо такого общего, помимо такого частного фокуса сегодняшнего дня, надо сказать, что в иммунологии есть много драматичности, много… это наука тесно связана с медициной, это наука тесно связана с вопросами жизни и смерти, которые, конечно, всегда привлекали и будут привлекать людей. Кроме того, история иммунологии, она полна множества драматичных личных историй, которые, мне кажется, могут стать очень важным элементом биологических уроков и вообще должны стать важным элементом любых естественно-научных дисциплин в школе, потому что, на мой взгляд, когда я возвращаюсь к собственному прошлому и так далее, я должна сказать, что те книги, которые лично меня привлекли к науке в большей степени, это были не учебники и даже не научно-популярные книги, а какие-то биографии ученых, какие-то истории, в которых переплеталось научное и человеческое. То есть этот момент нельзя недооценивать, особенно когда речь идет о биологии и, в частности, вот история иммунологии, она полна таких личных драматических историй. Начнем сначала, начнем с зарождения иммунологии в конце 19 века. Конечно, сначала первая фамилия, которая приходит нам в голову, когда мы говорим о рождении иммунологии, это Пастер, но именно поэтому о Пастере я говорить не буду. Пастер – прививка против бешенства. Это настолько общеизвестно, что даже немножко навязло на зубах. Я хочу воздать должное, прежде всего, нашему соотечественнику, чьим и стоит у истоков иммунологии. Это Илья Ильич Мечников, который получил в 1908 году премию за фагоцитарную теорию иммунитета. Это ученый, которым по праву может гордиться Украина, Россия и Франция. Он родился на территории нынешней Украины, он проработал большую часть жизни в Одесском университете, однако он учился в Санкт-Петербургском университете, он считал себя, конечно, ученым Российской империи на тот момент, хотя в конце жизни, после конфликтов с начальством, переехал жить во Франции, последние годы жизни провел, работая в Пастеровском институте. Кроме того, что это был замечательный, глубокий ученый, положивший фактически начало изучению врожденного иммунитета, действуя вопреки мейнстриму, когдашнего времени, вопреки господствующим представлениям, которые на тот момент уже успели сформироваться. Кроме того, он был замечательный, активный, общественный деятель, ученый, который осветил значительную часть своей жизни борьбе с инфекционными заболеваниями. В частности, именно он основал первую бактериологическую станцию для борьбы с заболеваниями в Одессе. Одесса, в общем-то, была всегда, как любой портовый город, тем более южный портовый город, была очень неблагополучна по части всевозможных инфекций. И это, конечно, имело большое значение для жителей Одессы, но также это была инициатива, которая потом развелась по территории всей Российской империи, позже была подхвачена советской медицинской системой и, конечно, внесла большой вклад в борьбу с инфекционными заболеваниями на территории СССР. Для меня также Мечников — это замечательный пример такого большого универсального ученого, хорошо знающего самые разные области биологии, от зоологии до, собственно, иммунологии. И настоящий такой, в хорошем смысле, научно-универсальный гений, у которого тоже была интересная трагическая судьба, в частности, его интерес к инфекционным заболеваниям был в известной степени личным. Еще молодым человеком он женился на девушке, болевшей куберкулезом. Невеста была настолько слаба, что на венчание ее принесли, в храм внесли на руках, но они были молоды, они оба надеялись на то, что молодость и любовь возьмут свое. Но, к сожалению, несколько лет спустя она умерла, он был в таком горе, что пытался покончить с собой, ему это не удалось, но эта история смерти юного любимого существа, видимо, наложила отпечаток на всю его дальнейшую жизнь, которую он посвятил в равной мере и фундаментальной науке, и самой, что ни на есть, прикладной борьбе с инфекциями, в частности, профилактике и лечению куберкулеза в том числе. Другой замечательной драматической историей является пример истории с открытием антител в процессе изучения и борьбы с такой страшной болезнью, как дифтерия, которая была настоящим бичом одной из главных причин детской смертности в XIX веке, причем это была болезнь, не щадившая ни королевские семьи, ни семьи бедняков, она не делала различия между богатыми и бедными, а уровень детской смертности достигал, был более 50%. То есть для ребенка, заболевшего дифтерией, шансы выжить были меньше 50%. И вот Эмиль Ру, соратник Пастера, один из людей, принимавших участие, в том числе и в разработке знаменитой вакцины против бешенства, после бешенства заинтересовался дифтерией и обнаружил, что основные осложнения, связанные с дифтерией, вызывает не сама бактерия, а вырабатыванный ею токсин. Он сумел выделить этот токсин и показал, что если его впрыскивать в морской свинке, то эффект будет практически тот же самый, что и от заражения дифтерийной палочкой. Токсин, нельзя ли как-то этот токсин нейтрализовать? Совершенно еще ничего не зная о природе иммунного ответа, в частности, о антителах, но, так сказать, действуя интуитивно верно, два ученых, Эмиль Адольф фон Беринг, и независимо от него японский исследователь Сибасабура Китасата, обнаружили, что если сыворотку крови выздоровевших морских свинок вести заболевших животных, то те и выздоравливают. То есть в крови переболевших животных появляется какое-то вещество, антитоксин, вещество, потому что в сыворотке уже нет крови, нет клеток крови, они отделены, и это вещество нейтрализует токсин в дегстериной палочке. Сейчас мы знаем, что этот антитоксин – это антитело. Антитела вырабатываются нашей иммунной системой в ответ на вторжение чужеродных белков, в частности, в ответ на производство токсинов. Это открытие они сделали в 1990 году, а уже в следующем году первые больные дети получили лечение вот этой сывороткой с антитоксином. Причем сразу стало понятно, что, конечно, для нужд медицины морских свинок недостаточно, и дифтерии стали заражать лошадей, чтобы получить из их крови необходимую сыворотку. И до появления прививок от дифтерии сыворотка с антитоксином, с антителами к дифтерийному токсину оставалась главным способом лечения этой болезни. Да и сейчас, к сожалению, дифтерия возвращается по причине движения антивакцинаторов, и сейчас антитоксин, точнее антитела к дифтерийному токсину – это один из основных способов лечения или, по крайней мере, смягчения хода этой болезни. Это что касается истории начала рождения иммунологии. У меня нет цели, да и нет возможности рассказать всю историю иммунологии, она вся весьма захватывающая, но я хочу привести еще два примера истории, которые, как мне кажется, можно использовать в разговоре с детьми, чтобы обсудить не только научную составляющую науки, но и связь науки с обществом, с какие-то общие моральные темы, все ли продается, все ли покупается, насколько справедлив или, напротив, не справедлив мир и так далее. Замечательным примером высокой научной человеческой морали для меня является история Джорджа Келлера и Сезара Мельштейна, изобретателей гибридомной технологии. Это, опять-таки, речь идет об антителах, когда стало понятно, что за вот эти свойства блокировку токсинов, блокировку патогенных микроорганизмов отвечают особые белки, антитела, которые синтезируются Б-клетками, стал вопрос о том, а нельзя ли эти тела как-то получить и выделить. Технологию разработали достаточно скоро с использованием наших верных вечных друзей лабораторных мышей. То есть, если мышку иммунизировать антигеном, каким-то белком, человеческим белком или бактериальным белком, или набором белков, которые нас интересуют, то ее Б-клетки начинают производить антитела к этому антигену. Их можно извлечь из клеток селезенки, и они синтезируют некий набор антител. Если взять одну клетку и ее потомков, то они все будут синтезировать одинаковые антитела. Подробнее об антителах мы поговорим на занятии, посвященном разным сторонам иммунного ответа. Но суть в том, что сразу стало понятно, что хорошо бы этих антител получать побольше. И сразу стали очевидны перспективы их использования в медицинских исследованиях, в биомедицинских исследованиях и так далее. Но вот эта технология с использованием мыши и последующим размножением ее клеток в пробирке, она имела очень сильное ограничение. Клетки могли делиться после этого лишь ограниченное число раз, и, соответственно, число антител, количество антител, которое они могли произвести, было очень небольшим. То есть для каких-то микроэкспериментов, для какой-то лабораторной работы этого хватало, но это была очень дорогая, трудоемкая и неэффективная технология. И вот Келлеру, простите, Имельштейну пришла в голову идея, а что если нам объединить B-клетки, которые производят нужное нам антитело, с раковыми клетками, которые, как известно, могут делиться и расти в питательной среде неограниченное количество времени. Ну, по крайней мере, совершенно точно годами и десятилетиями можно поддерживать культуру раковых клеток. Тем более, что под рукой уже у человечества на тот момент уже были культуры клеток миеломы. Миломы — это злокачественное перерождение миелоидных клеток, которые образуются из тех же клеток предшественников, что и B-клетки. То есть в молекулярном смысле эти два типа клеток очень похожи, растут в похожих условиях и так далее. Клетки миеломы не производят антител, зато делятся как сумасшедшие. B-клетки производят антитела, зато гибнут через несколько десятков циклов деления. И действительно оказалось, что если слить эти клетки вместе, они продолжают делиться, и вот эта объединенная клетка гибридома обладает свойствами и B-клетки, и раковой клетки. То есть она становится почти бессмертной, по крайней мере, линия становится очень долгоживущей, и при этом она продолжает производить антитела. Так была разработана гибридомная технология производства моноклональных антител. Что значит моноклональных? Что мы можем выделить из всего количества B-клеток, которые производят какие-то антитела к нашему антигену, мы можем выделить там одну клетку, которая нам особенно интересна, чье антитело нам особенно нравится, по каким-то причинам, размножить, слить ее с миеломной клеткой, и дальше все потомки этой клетки происходят от одного клона, поэтому моноклональные, и все они синтезируют совершенно одинаковые антитела, что очень важно, когда мы говорим о производстве, и особенно об использовании в фармакологии, в фармацевтике. Вот эта технология совершенно изменила наш подход в экспериментальную молекулярную биологию, дало рождение целому огромному количеству методов, как иммунопрецепитация и так далее, которые позволяют сейчас делать совершенно немыслимо точные измерения белков, синтеза белков в клетках и так далее, и одновременно оно произвело революцию в фармацевтике, появились за последние десятилетия десятки препаратов на основе моноклональных антител, которыми лечат самые разные заболевания, от аутоиммунных до онкологических, причем такие формы, которые раньше считались неизлечимыми. Вот эти перспективы были очевидны уже при зачатии, при рождении этой технологии, и Келлеру и Мильштейну сразу же поступили предложения запатентовать эту технологию. Ее коммерческий потенциал был очевиден, запатентуя они ее, они стали бы миллиардерами. Причем им для этого ничего не надо было делать. Тут же нашлось огромное количество патентных бюро, организаций, которые были готовы сделать за них всю работу, они должны были всего лишь дать добро на патентование, а потом до конца своей жизни получать огромные дивиденды со своего открытия. Его потенциал был настолько очевиден, что сама Маргарет Тэтчер, сказать, как-то пыталась протолкнуть этот проект. Но они отказались. Они сказали, что на их взгляд эта технология должна принадлежать всему человечеству, всему научному сообществу, и они не хотят за нее денег. Они хотят, чтобы она была доступна каждому. Они опубликовали ее в научном журнале. Эта технология доступна каждому. Какие-то отдельные ее приложения для фармацевтических целей были позже запатентованы фармацевтическими компаниями, но в целом технология открыта, доступна, и она, конечно, как я уже сказала, очень сильно продвинула всю молекулярную биологию. То есть для меня вот эта история, это, впрочем, Келлер и Минштейн, так сказать, не остались невознагражденными. Они получили Нобелевскую премию за свое открытие, так что за их благосостояние нам также не приходится волноваться. Но когда они принимали это решение, они еще не знали, что они когда-нибудь получат Нобелевскую премию. Тем не менее, они отказались от огромных денег, считая, что, да, наука, научные открытия такого уровня должны принадлежать всему человечеству. И, на мой взгляд, это совершенно замечательный пример того, что даже в нашем весьма меркантильном мире не все продается, не все покупается, и какие-то великие открытия совершаются не ради денег, а на благо всего человечества. О чем, возможно, современным меркантильным детям неплохо бы иногда знать. Другая очень сложная, очень интересная, тоже достаточно драматичная история, она совсем свежая. В 2011 году была вручена премия, премия, Нобелевская премия по физиологии и медицине была вручена за открытие области активации новоотреба, врожденного иммунитета. Ее получили три замечательных ученых Брус Бютлер, Жюль Фоффман и Ральф Стейн. Однако это решение вызвало огромное возмущение научного сообщества, что само по себе беспрецедентно. То есть в отношении решений Нобелевского комитета, конечно, часто бывает дискуссия, типа, а почему вот это открытие подали на Нобелевку, а не другое? Но тут вопрос о том, что исследование механизмов врожденного иммунитета было одним из важнейших достижений предыдущего десятилетия, вопросов не было ни у кого. Вопрос был к списку участников, а именно к тому факту, что в этот список не был включен выдающийся иммунолог Руслан Меджитов, ученый узбекского происхождения, учившийся в МГУ, защитивший там диссертацию, а после уехавший вдохновленный работами Чарльза Дженуэя, уехавший работать в его лабораторию, и там совершивший великое, безо всяких оговорок открытия, касающийся механизмов распознавания во врожденном иммунитете, которое связано с так называемыми толподобными рецепторами. То есть существование этих рецепторов и их роль было показано для беспозвоночных, но Меджитов первым нашел подобный рецептор обнаружил в геноме человека и показал, что активация этого рецептора приводит именно к активации иммунного ответа в врожденном иммунитете. Дженуэй к тому времени уже умер, но Меджитов жив, до сих пор продолжает работать. И вот его не включение в список Нобеллиатов вызвало настолько бурное недоумение иммунологического сообщества, что несколько ученых опубликовало, множество ученых, работающих в этих областях, опубликовало свои открытые письма из публикации, высказывающие удивление Нобелевскому комитету. В частности, вот эта публикация была опубликована, вот эта статья была опубликована в престижнейшем журнале Nature, причем ее первым автором является Джеймс П. Алисон, ученый, который сам несколько лет спустя получил Нобелевскую премию за открытие механизмов, новых механизмов иммунотерапии рака. То есть ученые очень высокого уровня считали, что Меджитов должен быть включен в этот список. Нобелевский комитет не стал пересматривать свое решение, хотя на выступлении вы знаете, что когда вручают Нобелевскую премию, ученые произносят речь, они воздали должное работа Меджитова и Джеймсуэль. То есть в каком-то смысле это история с печальным концом, потому что Нобелевский комитет поступил несправедливо и не стал пересматривать свое решение. Хотя теоретически у них была такая возможность сделать отыграть назад и сделать хорошее лицо, но они ей не воспользовались. С другой стороны Меджитов получил настолько колоссальную поддержку всего научного сообщества, что это, наверное, сопоставимо с Нобелевской премией. То есть узнать, что настолько большое количество людей, настолько большое количество людей ценит коллег, причем не просто внешних людей, не просто научных журналистов, но коллег знают цену твоей работе и настолько высоко ее ценят, что сожалеют о твоем невыдвижении на Нобелевскую премию, хотя надо сказать, что обычно ученые сожалеют о невыдвижении на Нобелевскую премию только одного человека, себя самого. Но вот тут было явное исключение. Так что я думаю, что хотя Нобелевская премия это хорошо и все ученые рады получить Нобелевскую премию, я думаю, что вот это огромное признание со стороны научного сообщества, прозвучавшее в 2011 году, было какой-то практически соразмерной наградой для Руслана Меджитова за его выдающийся вклад в наше понимание механизмов врожденного иммунного ответа. Тоже, на мой взгляд, это хорошая история, которую можно обсудить с учащимися старших классов на тему, как работает наука, на тему, как человек совершенно, так сказать, не самой научной страны Республики Советского Союза, какой был Узбекистан, защитивший диссертацию в 92-м, если не ошибаюсь, году, когда большинство ученых уходили из науки, уходили, бежали из науки, потому что там буквально нечего было есть, сумел стать ученым мирового масштаба, в защиту которого поднимаются сотни иммунологов по всему миру. Что можно почитать на тему этих историй, о которых я рассказала? Есть замечательный блог в интернете, блог истории медицины, вот в частности мой фрагмент истории связи открытия антител и изучения дифтерии я в значительной степени подчеркнула из их очерка, причем их очерк еще более подробно, у них там три статьи на тему дифтерии, на тему других заболеваний, то есть если есть желание обогатить свой курс какими-то материалами из истории медицины, это к ним, очень на хорошем уровне блог ведется. Есть старая, но прекрасная книга плавильщикова гомункулеса «Очертки из истории биологии». Она заканчивается началом XX века, но вот то, что касается истории биологии в XVIII-XIX веке, труды всех французских эволюционистов, работа Пастера и Мечникова, там освещена очень подробных, детальных и по-настоящему увлекательных очерков. Ну и да, я рекомендую почитать статьи на биомолекуле, вот об истории открытия толподобных рецепторов. Есть вот такая статья, и есть целый проект, посвященный использованию антител в современной медицине и биотехнологии проект, так называется, терапевтические антитела. Чтение увлекательнейшее, поскольку это действительно революционное открытие, наверное, я бы сказала, что да, наряду с открытием полимеральной цепной реакции терапевтические антитела, это два самых больших открытия в биотехнологии конца 20 века, которые, в общем-то, изменили нашу, которые оказывают влияние и будут оказывать влияние на всю нашу жизнь и в 21 веке тоже, это уже очевидно. Что еще для меня, мне кажется, важным в контексте преподавания иммунологии, каких-то аспектов иммунологии в школе? Есть тема, точнее, целый набор тем, которые, на мой взгляд, сильно недопредставлены в школьном курсе. Это тема взаимодействия клеток. Обычно, говоря о биологических механизмах, школа преподносит их развитие, их деятельность как разворачивание неких программ, главным образом генетических. Ну, это, конечно, правильный взгляд, скажем так, это действительно важная сторона жизни биологических объектов, реализации генетических проблем, программ, простите, но не менее, может быть, даже и более важной, важным условием существования многоклеточного организма, как союза множества разнообразных клеток, является постоянное взаимодействие между ними, постоянный обмен сигналами. вот эта тема сигнализации в живых организмах, она очень слабо затрагивается даже в рамках университетского курса, за исключением каких-то специализированных спецкурсов на кафедрах молекулярной биологии. А между тем, на мой взгляд, вот эта концепция обмена сигналами, это тоже одна из важнейших и революционных концепций конца XX века, которые сильно изменили наше понимание, сильно углубили наше понимание процессов, происходящих в человеческом организме, в любых других многоклеточных организмах. Особенно этот обмен сигналами важен для иммунной системы, потому что иммунная система это диффузная, распределенная система. То есть, когда мы говорим о пищеварительной системе или о дыхательной системе, у нас в голове возникает очень четкая картинка из учебника. Ага, вот трахея, вот бронхи, вот легкие. Ага, вот пищевод, вот желудок, вот кишечник, вот толстый, тонкий кишечник, толстый кишечник. Все достаточно локализовано. Когда же мы говорим о иммунной системе, мы в принципе не можем нарисовать таким образом. Она везде. То есть, конечно, да, в учебниках все равно помещаются картинки, например, органов иммунной системы, но даже органы иммунной системы не образуют такой целостный кластер, как скажем, взаимосвязанных органов, как скажем, органы пищеварительной системы. Они разбросаны по организму, но и главное, что все самое интересное в иммунном ответе, оно происходит отнюдь не в органах иммунной системы. Иммунная система, клетки иммунной системы действуют везде. Клетки эти разные, разнообразие, их разнообразие и разных типов иммунного ответа мы поговорим в следующий раз, но их можно сравнить с разными родами войск, ведущими в борьбу против разных противников. Но мы знаем, что на войне, чтобы не попасть под дружеский огонь, очень важна информация, очень важен обмен информацией между разными подразделениями, между разными родами войск. Важна связь. Роль таких связных, роль таких сигналов играют специальные сигнальные молекулы, которые клетки синтезируют в окружающую среду. Все мы знаем про гормоны. Это главные сигнальные молекулы нашего организма. Но надо понимать, что гормоны для организма — это как президентские указы, как конституция, если хотите. Ну ладно, конституция у нас одна, давайте геном будет как конституция. Но вот как какие-то большие указы, которые, да, могут оказывать огромный системный эффект на организм, направляя его на путь полового созревания или изменяя обмен веществ. Но гораздо большее значение даже в повседневной жизни имеют какие-то взаимодействия и правила, регламентирующие наши ежедневные отношения с коллегами, с членами семьи и так далее. Там точно так же и для клеток большое значение имеют вот эти местные их контакты и взаимодействия. Как действуют эти сигнальные молекулы? Эти сигнальные молекулы действуют через рецепторы. Слово «рецептор» я уже употребляла. Я думаю, что интуитивно оно понятно, потому что, да, мы знаем, что есть пищевые, вкусовые рецепторы, есть обонятельные рецепторы. Но вот как на уровне организма у нас есть обонятельные вкусовые рецепторы, но это клетки, да? Как на уровне клеток у нас есть специальные молекулы-рецепторы. Но задача их в сущности такая же, да. Ловить некие сигналы окружающего мира и преобразовывать их в какую-то активность внутри клетки, да? Как мы ловим запах и потом либо морщимся и отступаем, либо наоборот наслаждаемся и принюхиваемся. Также и клетка в ответ на химический сигнал извне может начать делиться, может наоборот прекратить деление, может начать двигаться куда-то и так далее. Легант связывается с рецептором. Рецептор стоит на границе между внешним и внутренним содержимым клетки. Он встроен в плазматическую мембрану. Одна его часть торчит наружу, здесь связывается легант. Другая направлена внутрь, здесь он передает, в случае связывания леганда, он передает сигналы другим молекулам, которые потом организуют каскад реакций, которые в конечном счете приводят к изменению поведения клетки. Как правило, это связано с тем, что у нас в результате вот этого сигнального пути активируется или наоборот блокируется синтез каких-то генов. Потому что как человек есть то, что он ест, а клетка есть то, что она синтезирует. Что значит для клетки разделиться? Это значит начать синтезировать белки, которые вовлекут ее в клеточный цикл. Что значит для клетки начать двигаться? Это опять-таки начать синтезировать белки, регулирующие движение. Ну, это сильно упрощенное, но тем не менее в общих чертах верное представление. То есть вот этот набор молекулярных взаимодействий от связывания леганда до изменения активности гена называется сигнальным путем. И, естественно, поскольку легандов много, рецепторов много, в клетке одновременно действует множество сигнальных путей. Они пересекаются, они друг друга усиливают, ослабляют. Все это очень сложно и лишь отчасти нам понятно на сегодняшний день. Я сравнила леганд с письмом, а рецептор с почтовым ящиком. Но я не хочу, чтобы эта аналогия вводила в заблуждение, потому что в нашей жизни мы, конечно, бросаем письма самого разного содержания у один и тот же почтовый ящик. В случае легандов-рецепторов это не так. Есть такое явление, как специфичность, которое легко объяснить на примере вот такого детского пазла из серии игрушек Монсури, что каждая фигурка может войти только в отверстия определенной формы. Точно так же и каждый леганд может связаться только с определенным рецептором или с очень небольшим количеством группы похожих рецепторов. Только к ним он подходит. С другими рецепторами он связываться не будет. Сигнальные молекулы у нас разные. Это и факторы роста, и гормоны, о которых мы уже упоминали. А для иммунной системы особую роль играет такая группа сигнальных молекул, как цитокины. Именно благодаря цитокинам разные иммунные клетки организуются и действуют единым фронтом. Цитокины – это главные сигнальные вредки иммунной системы, поскольку у нас воинские аналогии сразу напрашиваются, то когда я рассказывала на эту тему, мне в голову пришла такая аналогия, что в старой армии еще до всяких мобильных телефонов и даже раций существовала такая должность адъютанта. В частности, Андрей Болконский был адъютантом у Кутузова и Романи Льва Толстого. И вот роль адъютанта заключалась как раз в том, что он по приказу главнокомандующего скакал в один отряд, в другой отряд и объяснял им общую ситуацию. Потому что, сражаясь на каком-то своем локальном фронте, один отряд совершенно не представлял, что происходит с другой части фронта. И именно адъютанты ценой своей жизни зачастую обеспечивали взаимодействие различных подразделений. Вот такими адъютантами в иммунном ответе, в иммунной системе являются цитокины. Мы про них еще много будем говорить, но поскольку мы уже упомянули ковид, и поскольку ковид ввел в массовый обиход такой высокоспециальный термин, как цитокиновый шторм, я хочу воспользоваться случаем, объяснить, что это такое. То есть сигналы нужны, чтобы координировать взаимодействие. Но сигналов не должно быть слишком много, и они не должны быть противоречивы. Представьте себе, что вы офицер отряда и получаете одновременно приказ двигаться вперед, стоять на месте, возвращаться в лагерь, сдаваться противнику, воевать до последнего солдата и так далее. Можно сойти с ума. Но у командира человека есть преимущество. Он может просто проигнорировать часть приказов на свой страх и риск и следовать какому-то одному направлению. Природа химических сигналов не позволяет такого вольнодумства. В результате, если по каким-то причинам у нас в организме синтезируется слишком много цитокинов, на каждую иммунную клетку обрушивается сразу множество, как я уже сказала, зачастую взаимоисключающих или наоборот взаимоусиливающих сигналов. И в результате вместо нормальной активности, вместо нормальной активации иммунной системы мы получаем ее гиперактивность, сверхактивность. А это плохо, потому что гиперактивная иммунная клетка, особенно клетка врожденного иммунитета, это такая клетка берсерк. Она крушит все на своем пути и может разрушить собственные клетки организма даже более эффективно, чем вражеские, в данном случае, ковидовирусные частицы. Поэтому, когда при ковиде возникает такое осложнение, как цитокиновый шторм, прилагается максимум усилий, чтобы не усилить иммунитет, а напротив уменьшить иммунный ответ, чтобы привести иммунную систему в адекватное состояние. Мы об этом еще будем говорить, вопреки расхожему мнению, что хорошо иметь сильный иммунитет, сильный иммунный ответ. Нет, хорошо иметь адекватный иммунный ответ, потому что сильный иммунный ответ чреват такими разрушениями самого организма, по сравнению с которыми первичная инфекция может оказаться сущей ерундой. Я не могла обойти такую тему, как иммунитет в играх, потому что мы живем в цифровом мире, и, возможно, это направление тоже можно использовать, чтобы привлечь. Ладно? Сейчас, а вроде... Вернусь, ладно. Мне солнце немножко здесь в лицо, но ничего страшного. Если я щурюсь, это не от вас, это от солнца. Есть целый ряд компаний, предлагают различные игры, связанные с иммунитетом. Ничего не могу сказать об их качестве, сама не играла, но, как сказать, можно посмотреть на досуге. Вот в этих играх можно играть за разные клетки иммунной системы, бороться с вирусами, бактериями. Возможно, этот подход может увлечь тех детей, которым другие, более академические методы кажутся не слишком увлекательными. Опять же, мы живем сейчас в мире, который уважает большие цифры, большие деньги, когда я начинала свой путь в науку и училась в старших классах, даже сама мысль как-то обсуждать науку в денежных терминах, показалось бы мне, наверное, странной. Но сейчас я вижу, что это важно, показывать людям какие-то практические стороны науки. Вот иммунитет в цифрах — это два аспекта, один такой денежный. я уже сказала, что после открытия технологии производства моноклональных антител, они стали использоваться в фармацевтике в качестве лекарственных препаратов. Вот на этом графике цифры, показывающие продажи не всех, а только самых популярных препаратов на основе моноклональных антител. Причем это до 2015 года. Прошло пять лет, тенденция к росту сохранилась. То есть сейчас это где-то еще больше. То есть видно, что это не просто бильярды, это десятки миллиардов долларов. То есть вот цена научного открытия, вот его вклад. Это не только в жизни, это не только деньги, это сотни тысячи спасенных жизней. Но также это огромный растущий сектор экономики. В России, в частности, тоже сейчас развиваются компании, производящие препараты на основе моноклональных антител. Есть такая компания «Биокат», которая начала с повторения чужих антител, но сейчас уже свои собственные разрабатывает. То есть это растущая отрасль, в которой есть профессии, эти профессии даже очень даже хорошо оплачиваются, в том числе и в России. Вторая цифра – аллергия. То есть чем каждый почти что сталкивался, если не напрямую, то через одну руку пожатия. У всех есть друзья аллергики или родственники аллергики и так далее. И статистика подтверждает наши повседневные наблюдения, число аллергиков растет. Аллергическая реакция – это иммунная реакция. То есть лечение аллергии требует понимания иммунитета. Уже на сегодняшний день аллергики во многих развитых странах составляют до 40%. А во многих и ВОЗ утверждает, что тенденция к росту сохраняется и, скорее всего, в ближайшие годы мы подберемся к числу 50% аллергиков. Ну, конечно, аллергия бывает от разной степени тяжести и так далее, но это тоже некие цифры, показывающие, насколько важное мнение. Место иммунология занимает сейчас среди всех медиций, занимает и будет в ближайшие десятилетия занимать среди научных и медицинских дисциплин. Еще несколько примеров того, как иммунология может быть связана с целым рядом интересных тем, которые обычно проходят в школе на других примерах, и не всегда эти примеры глубоко западают в душу, скажем так, учащимся. Возможно, например, иммунология, в связи с иммунологией эти темы могут быть раскрыты более интересными и увлекательными. Например, тема эволюции. Вот тема эволюции вообще как-то, скажем так, ну, я не знаю, насколько возможно сейчас представление ее в школьных учебниках несколько изменилось, но в принципе из школы выносится какое-то впечатление об эволюции как о чем-то давно прошедшем. То есть эволюция — это что-то про динозавров, ну хорошо, что-то про появление человека. Была какая-то там предковая обезьяна, которая вот эволюционировала в человека разумного. В сознании большинства людей эволюция на этом где-то как-то заканчивается. То есть ощущение того, что эволюционные процессы — это что-то, что происходит с любыми биологическими объектами, что называется, в том числе и с людьми, в режиме реального времени, она у большинства людей отсутствует. А это неправильно, потому что это именно так. Не так. В 70-х, по-моему, годах выдающийся эволюционист, чью фамилию я забыла записать и поэтому забыла, он предложил использовать для описания эволюционных процессов образ, эффект красной королевы. Красный или чёрный? Она красная в английской версии, чёрная в русском переводе. Эта идея эффекта чёрной королевы основывается на известной цитате из книги Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес», когда Алиса и королева бегут за всех сил, и Алиса говорит, что удивляется тому, что они остаются на месте, говорит, что вот в наше, у нас, когда долго бежишь со всех ног, непременно попадёшь в другое место. Королева отвечает ей, ну, а знаешь, у нас тут приходится бежать со всех ног, чтобы только остаться на том же месте. Если же хочешь попасть в другое место, тогда нужно бежать по меньшей мере в двое быстрее. И вот эта метафора, что чтобы хотя бы остаться на том же месте, нужно бежать со всех ног, она превосходно описывает такое явление, как взаимодействие хозяина и паразита, что, собственно говоря, является предметом иммунологии. То есть модели взаимодействия паразита с хозяином, которые хорошо описывают реальность, они основываются, в частности, на предположении, что у хозяина есть иммунитет. И вот, что видно из этого графика? Ну, сам график, он очень похож на график «Хищник-жертва», который традиционно включают в учебники в разделе «Экология», но есть некоторая разница, потому что график, модель «Хищник-жертва», она не предполагает изменений ни в хищнике, ни в жертве. Она предполагает изменения лишь в их численности, говоря, что, по сути, хищник и жертва остаются теми же самыми. Вот эволюционная модель «Красной-черной королевы» говорит нам о другом, о том, что в случае взаимодействия паразита и хозяина, они постоянно меняются. То есть в популяции хозяина преимущество получают те, кто обладает максимальной устойчивостью к паразиту. И это приводит к тому, что численность паразита уменьшается почти до нуля. Что приводит к тому, что среди паразитов отбором отбираются клоны, ну, давайте говорить о простоте, а бактерии, вот среди бактерий отбираются клоны, которые обладают какими-то новыми свойствами, новыми защитными свойствами, и тогда численность паразита опять возрастает, это приводит к эпидемии, уменьшается численность хозяев и так далее. Это повторяется. Конечно, да, конечно, в современных человеческих популяциях отбор слабее, этот эффект слабее, чем это было даже сто лет назад благодаря антибиотикам, благодаря тем же прививкам, но тем не менее он все еще существует, не говоришь о том, что есть целые регионы земли, которые слабо затронуты современной медициной, но главное, что это вот то, что происходит вот прямо здесь и сейчас, и все то время, что существуют паразиты, все то время, что существуют микроорганизмы, которые стремятся поселиться в наших телах, будет происходить эта совместная эволюция. Она, может быть, выглядит не столь впечатляюще, как появление, исчезновение динозавров, но она всегда с нами. Есть очень красивая гипотеза, которая связывает эффект черной и красной королевы с появлением полового размножения. Точнее, со значением полового размножения. И, ну, возможно, в период полового созревания эта тема будет интересна также школьникам. Зачем нам два пола? Почему бы не почковаться? Вот. Половое размножение дает выигрыш в борьбе с паразитами. Поскольку при половом размножении у нас происходит постоянная рекомбинация, слияние отцовских материнских геномов дает новые варианты генов, повышается разнообразие, шансов на то, что среди всего этого разнообразия найдется кто-то устойчивый к новой форме паразитов, она выше. Это как умозрительная концепция. Это было сформулировано довольно давно, но последние десятилетия появились прямые экспериментальные подтверждения. Вот, в частности, была очень красивая работа, была сделана несколько лет назад на червях Sea Elegance, которые являются наряду с дрозофилой одним из излюбленных объектов для изучения в лаборатории. У этого червя очень интересная структура популяции. У него нет самок в этой разновидности. Есть особи гермафродиты и есть мужские особи. То есть, в присутствии мужских особей гермафродиты играют роль женской особи. То есть, происходит обладательство и половое размножение. А в случае отсутствия мужских особей гермафродиты размножаются сами собой. Насколько я помню, похожие вещи есть у некоторых моллюсков что-то похожее. То есть, идея в том, что даже оставшись совершенно сам по себе, оставшись предоставлена совершенно сама себе, гермафродитный особь может размножаться, она не нуждается в партнере. В общем-то, это большое эволюционное преимущество, когда даже из одной особи можно получить целую популяцию. И действительно, в природных популяциях, где наблюдается некий баланс, доля самцов относительно невелика. А большую часть популяции составляет гермафродит. с этими взяли такую природную популяцию и выделили из нее отдельно популяцию только с гермафродитами и вот такую смешанную популяцию. И начали заражать их бактериями. Все болеют, черви тоже болеют, у них есть собственные паразиты. Вот. И начали заражать бактериями. Причем проводили такую дополнительную селекцию, как бы отбирали самые агрессивные формы этой бактерии. Делали это довольно элегантно, просто смотрели какие черви погибали первыми и с них брали образцы бактерий для следующего заражения. То есть таким образом бактерия становилась все более и более злой. И вот оказалось, во-первых, что популяция из чистых гермафродитов вымирает буквально за несколько поколений, а популяция смешанная, она выживает, и в этой популяции неуклонно идет возрастание доли полового размножения. И чем агрессивнее бактерия, тем более активно продвигается половое размножение достигает до 90% против 15-20 исходных. И напрямую распространенность полового размножения и связанность с этим разнообразия напрямую связывает с способностью этих червей противостоять инфекциям. Это вот такая неожиданная совершенно сторона влияния иммунитета в данном случае тоже на эволюцию вообще всех многоклеточных организмов. Еще интересная тема, которую, к сожалению, нет возможности затронуть детально, но тем, кому интересно, я отсылаю к публикациям опять-таки на сайте биомолекулы. Это тема взаимодействия иммунной системы и микробиома. То есть микробиом это сейчас вообще топ-топ тема в медицинских исследованиях. Конечно, о том, что у нас в кишечнике обитают бактерии, что они для нас важны, было известно давно, но насколько они важны, это стало понятно только в последние десятилетия. И в частности было показано, что правильное формирование микробиома в первые месяцы жизни у младенца после рождения во многом влияют на грамотное, хорошее развитие его иммунной системы. В частности, вот у младенцев, которые в первый год жизни подвергались по тем или иным медицинским показаниям антибиотикотерапия, антибиотики убивают не только патогенные бактерии, но также и многие полезные бактерии из нашей микрофлоры, вот у таких детей во взрослом возрасте риск развития аллергических и аутоиммунных заболеваний возрастал в несколько раз. Есть и другие интересные связи о взаимодействии микробиома с нашим иммунитетом. И это подводит нас к интересной теме, как экология, как симбиоз, который обычно иллюстрирует какими-нибудь рыбками, которые чистят зубы акулам или какими-нибудь такими примерами из макромира, которые симпатичны и интересны, но вот наиболее важный и фундаментальный и жизненно важный для нас симбиоз происходит на самом деле прямо у нас в животе. И от того, насколько успешно эти бактерии взаимодействуют с нашей иммунной системой, по-многому зависит наше здоровье в течение всей жизни. То есть, подводя итог, я хочу сказать, что иммунная система, иммунитет, иммунология это такая тема-гвоздь, на которую можно повесить самые разные другие темы. То есть, можно начать с иммунного ответа, перейти к медицинским темам вакцины, вакцинации, эпидемии, то, что сейчас актуально. Можно поговорить о болезнях иммунитета, спид, аллергия, а то иммунные заболевания. Можно обратиться к истории иммунологии за примерами вообще истории науки, развития, научного поиска. Можно использовать примеры из иммунной системы, чтобы рассмотреть актуальные вопросы молекулярной биологии и регуляции клеточной активности. И, наконец, можно использовать примеры из иммунной системы для того, чтобы изучить такие экзотические достаточно темы, как микробиология, экология на примере нашего микробиома и даже какие-то темы эволюции. Потому что, конечно, мы существуем в непрерывной гонке вооружения с паразитами. Они приспосабливаются, чтобы атаковать человека. Человек приспосабливается, чтобы противостоять им. И это параллельное эволюционное движение, оно неизбежное, и оно будет в той или иной форме и будет существовать все время, что существует жизнь. Вот. Я закончила, в общем, с тем, что хотела сказать, а теперь я с удовольствием обращаюсь к вашим вопросам. Там в чате несколько есть? Да-да-да, нет, там даже довольно много. Клетки селезенки передаются, перестают делиться из-за эффекта хайфлика. Да, да, скорее всего. Ссылки на статьи. Ну, давайте, вот я в конце выйду из полноэкранного режима и скопирую, но, в принципе, я могу, я готова просто эти презентации предоставить, чтобы Александр с вами ими поделился. Да. Шорайте, это для презентации. Мы пришлем ссылки на видео. Да, тоже вариант. А как же виды, где природная популяция, сколько портогенез, отсутствует половое размножение? Ну, как-то, но они менее устойчивы к инфекциям. То есть, если сравнить эти аналогичные виды с половым размножением, то они окажутся более устойчивы. Просто, видимо, они живут в таких условиях, что могут себе это позволить, возможно, какие-то другие механизмы им это компенсируют. Трудно сказать, ну, как фост у павлина. так, дорого, но бывает, бывает себя оправдывает. И опять же, вот, да, как пишут, что все-таки там тоже возникают самцы. Вот. Есть еще какие-то вопросы? Можете пояснить, пожалуйста, что такое эффект хайфлика, да? Правильно. Хайфлика. Эффект хайфлика, это был показан ученым по имени хайфлик, что логично, что если вы возьмете клетки из человеческого организма, они не будут делиться и поместить их в питательную среду, создадить им, что называется, все условия для жизни, они, тем не менее, не будут делиться бесконечно, они будут делиться ограниченное количество раз. А потом перестанут делиться и умрут. Это общее правило для большинства специализированных клеток нашего организма. Из этого правила есть два исключения, ну так сказать, совсем исключения и частичные исключения. Исключения это раковые клетки. Раковые клетки могут делиться, ну мы не знаем, бесконечные или нет, но по крайней мере десятками лет они могут делиться совершенно спокойно в специально приготовленной среде. И собственно открытие возможности культивировать раковые клетки в искусственной среде, оно очень сильно продвинуло молекулярную биологию. И сейчас большинство экспериментов, клеточных экспериментов, по крайней мере сначала делается на раковых клеточных линиях, а уже потом, если необходимо, на каких-то более специализированных и так далее. Ну и второе исключение это почему мы все-таки живем дольше, чем может делиться клетка в пробирке, потому что у нас кроме специализированных клеток в организме есть так называемые стволовые клетки, которые сохраняют способность делиться гораздо дольше, и вот из стволовых клеток снова и снова образуются новые специализированные клетки, которые замещают старые умершие. Со временем этот процесс замедляется, уменьшается количество стволовых клеток, и это один из механизмов старения. Но вот за исключением стволовых и раковых клеток клетки в человеческом организме имеют ограниченное число делений, разное, там тоже от тканей зависит, какие-то ткани вообще практически не делятся в зрелом виде, какие-то делятся, но ограниченное число раз. Это же вроде теломераза должна либо работать, либо не работать. Ну да, да, эффект теломера, да, да, ну в частности, да, один из механизмов, обеспечивающих эффект хафлика, это укорочение теломера в процессе деления, но мы уж так, мы пока не будем в молекулярной биологии прямо сейчас углубляться, наверное. Так, еще два сообщения, портогенез, вполне себе половое размножение, я не знаю, как-то я не уверена. рекомендация тут все-таки происходит, так что новые генотипы образуются. Нет, ну послушайте, ну подождите, ну мы же в биологии, в биологии все естественно относительно, даже как бы наш геном все равно мы там накапливаем несколько мутаций в течение жизни и так далее. То есть даже если мы будем делиться почкованием, давайте скажем, что наша копия, она будет все равно отличаться от нас там на 8 мутаций, а у многих организмов накопление мутаций, конечно, гораздо выше, чем у человека. Конечно, это все некоторый градиент рекомбинации и так далее. Просто где-то мы проводим границу и говорим, что да, это половое размножение, это такой уровень рекомбинации, а портогенез это все-таки гораздо более низкий уровень рекомбинации. Но какая-то рекомбинация все равно есть. Транспессивная саркома собак делится несколько тысяч лет. Если зависит от определения, вот это гениально. Да, в ЕГЭ портогенез это половое. Ну, против ЕГЭ я бессильно. Да, транспессивная саркома есть, это очень интересный пример действительно злокачественной опухоли, передающейся от животного к животному. Второй пример интересный такой же это злокачественная болезнь космонийских дьяволов. Причем там, в отличие от саркома, причем вот кстати очень интересный пример, что саркома собак, она как раз хороший удачный пример эволюции. Она в итоге стала гораздо менее смертоносной, часто проходит сама у собак, в общем, не нуждается в каком-то, лечится хорошо, часто проходит сама, и в общем не представляет какой-то серьезной опасности для популяции собак. В то время как вот эта злокачественная боль космонийских дьяволов, она появилась совсем недавно, вот прям совсем в обозримом прошлом, и она зараза такая агрессивная, что поставила этот вид просто под угрозу вымирания, там сейчас отобрали несколько здоровых животных, ну как сейчас, несколько лет назад отобрали несколько здоровых животных, чтобы их размножать в отдалении от сородичей и так далее, потому что животные умирают просто там в течение не помню нескольких месяцев или года, ну очень это, хотя, наверное, если эта популяция выживет все-таки, то у них уже сейчас пошли вырабатываться механизмы, очень интересные работы там делают космонистских дьяволов, они начали раньше приступать к размножению, например, под давлением вот этой опухоли, ну потому что те, кто размножается раньше, они успевают размножиться, а те, кто размножается позже, они помирают от этой опухоли и оставляют потомство. В общем, на самом деле это очень интересный революционный эксперимент, возможно, мы еще увидим, как космонистский дьявол победил эту заразу, но пока его прогноз не очень хороший. А можно еще там вот в графике про красную и черную королеву там не очень понятное было выражение про частоту генотики? Слушайте, это, конечно, какая-то, да, картинка мне на самой не... речь идет о частоте определенного генотипа, который дает преимущество на самом деле не очень хорошей границ и я лучшего не нашла. Так, но тут как раз еще и звук пропал, не очень понятно, что значит красная линия чисто генотипа. Смысл его в том, что давайте забудем. Ну ладно. Алло, алло, график, говорю, график не очень хороший, я на самом деле даже не могу сказать, что я его сама до конца понимаю, если быть совсем честным, но речь идет о том, что когда появляется, что вот каждая вот эта волна это определенный генотип, да, как мы определим генотип, это модельные данные, да, то есть это не какой-то реальный вид, это модель, паразит-хозяин, да, то есть вот мы внесли какую-то мутацию, скажем, одну, и эта мутация дала, вот давайте вот мы вот в этой точке, вот у нас все плохо у хозяина, паразит свел его численность практически к нулю, ну близко к нулю, да, но вдруг в популяции, сказать, путем счастливой рекомбинации появляется особь устойчивая к вот этой форме паразита, вот этот новый фенотип появляется, как только появился этот новый фенотип, он начинает постепенно набирать больше вес в популяции, поскольку он дает преимущество его обладателю, и частота этого фенотипа в поколениях возрастает, пока у паразита не появится в свою очередь какая-то новая фича, которая будет эффективна уже против этого фенотипа, тогда хозяин опять пойдет вниз, а вот зато паразит, обладающий такой полезной фичей, пойдет вверх, пока они опять все не встретятся вместе, из-за того, что хозяина стало мало, и паразит тоже негде размножаться, и так далее, и тому подобное. То есть каждая волна это какая-то новая форма паразита, новая форма хозяина, но что мы в модели, как мы определим эту форму в жизни каким-то набором мутаций или чем-то еще, это можно обсуждать, это модельная компьютерная симуляция, но она довольно неплохо воспроизводится в каких-то экспериментальных моделях по взаимодействию того же C.E.Elegance с паразитами, насколько я понимаю. Хорошо, тогда мы заканчиваем, сейчас я покажу последний слайд, прорекламирую себя. Я написала пару лет назад книжку о молекулярных основах онкологии. В контексте нашей темы она может быть интересна тем, кого интересует тема иммунного ответа в раке. Там есть целая часть посвященная иммунному ответу в раке и иммунотерапии рака. На акциях мы эту тему затрагивать не будем, но если кому-то интересно, читайте. И вот я еще я вообще горячо рекомендую сайт Биомолекула всем, кто хочет следить за последними событиями в области биологии, но надо сказать, что он так написан не очень просто и я сама не с первого раза какие-то специальные стратегии. То есть они популярны, но вот это такой уровень популярности, в смысле один кандидат биологических наук пишет для другого кандидата биологических наук. Но у них есть чудесный раздел, который называется наглядно, а не наглядно. Вот там они собирают комиксы, схемы, обучающие видео и тому подобные вещи, и вот там много интересных наглядных материалов. И, кстати, вот пользуясь случаем, я забыла об этом сказать вашим коллегам, у них сейчас идет конкурс статей, научных статей, и вот в этом конкурсе они уже второй год делают детскую номинацию. То есть если у вас есть какие-то дети увлеченные биологией, которые, они могут попробовать что-то нарисовать или что-то написать на свою любимую биологическую тему, естественно, детская номинация оценивается совсем по другим критериям, чем взрослая, и, во-первых, увидеть свою научно-популярную статью опубликованную, во-вторых, пообщаться с настоящими учеными, получить хороший отзыв, то есть все статьи, как сказать, они обрабатываются с редактором, если там есть какие-то недочеты, они устраняются, то есть это может быть интересный опыт, вот если у вас есть дети с такого научно-популяризаторского направления, можете им предложить. Кроме того, говорю, там можно не только писать, но вот, например, нарисовать комикс на какую-то тему. Комиксы рисовали про микробов в прошлом году, еще про кого-то, в общем, есть где разгуляться. зрения, что乾-как, по jigubistas, вот, гиль, и все,